Привет, друзья! Вот почему некоторые люди не наблюдают закономерности между некоторыми событиями и последействиями? Ну, простая вещь. На примере. На примере влияет ли на вас погода? Ну вот моя приятельница написала мне, сколько раз она говорила о своей племяннице, когда ты жалуешься, болит у тебя голова или нет. Ну посмотри хотя бы в окно, посмотри, сегодня буря, шторм там. Она отвечала, да, на меня погода не действует. До тех пор, пока она наконец не убедилась, когда она несколько раз сопоставляла, что происходит за окном со своим состоянием, вдруг она заметила закономерность. А почему некоторые люди не замечают закономерной связи между причинами и следствиями в различных других событиях? Почему люди, например, курить не бросают некоторые? Потому что они не замечают, что после того, как они покурят, вот это действие, которое совершили, и после действия, которое происходит, а после действия вот этот спазм сосудов, он происходит через некоторое время. Вот этот разрыв во времени не позволяет ему логически понять, что сигареты на него плохо влияют, пока ему кто-то не скажет, это же вредно, это вредно, на примере опыта тысячих людей. Да, ему говорят, это вредно, а он курит, он получает кайф. Почему? Потому что в момент действия он получает расслабление некоторое, потому что когда он выпускает тим, у него появляется состояние некой отрешенности, отстраненности, задумчивости. В этом момент он на ноль выходит, как говорится. Да, и он не замечает, что через несколько, полминуты, минуту, полторы минуты или три минуты у него возникает спазм. То есть беспокойство, тревожность. И он не связывает одно с другим, потому что между действием и последействием есть некоторый интервал времени. Поэтому во многих случаях в жизни люди не замечают логических связей между, например, трудностью решаемой задачи и своим состоянием. Ну, например, есть разминка. Разминка. Все знают, что такое механическая разминка. Но мало кто догадывается, что перед тем, как сдавать экзамены, нужно сделать разминку. Потому что они, эти люди, не замечали логической связи между разминкой и последействием. Да, потому что оно иногда наступает не в момент выполнения этого действия, а чуть погодя, с временным разрывом. Ну, это касается многих случаев. Например, мы говорим о том, что разминка нам помогает, и решаются задачи, и лучше сыграть на пианино, потому что снимает нервномышечные зажимы, раскрепощает, дает состояние внутренней свободы. А мы говорим еще и о том, в нашем методе ключ, чтобы подбирать иногда те действия, которые синхронны с вашим текущим состоянием в данный момент их исполнения, то есть использования. Например, можно делать хлест, а можно делать лыжника, а можно подобрать другое движение, которое синхронно вашему состоянию, то есть ложится на душу, которое легче делать, которое вам приятно. И мы говорим еще и о том, что если вы подбираете эти движения, которые ложатся вам на душу, то в результате, потом, в последействии, наступает состояние глубинного расслабления, глубинного душевного покоя. На ноль выходите, уже поглубже это состояние, такое прекрасное состояние. А сам процесс подбора этих приемов, мы говорим в методе ключ, развивает способность думать, способность мыслить. Да, и устанавливаете потом в этих различных явлениях, свойствах и закономерностях природы, вашего поведения, вашего характера, погоды, напряжений, страхов, удовольствий. Какие-то связи понимать. Потому что, когда вы выходите, например, с помощью уже не механических движений, а с помощью идиомоторных движений, вот этих левитационных движений на состояние нуля, на состояние невесомости, вот там вы получаете ответы на многие вопросы, но это же самое можно сделать и с помощью волны, путем механического повторяемого движения, а можно путем идиомоторного движения. Но их надо подбирать себе, подбирать по критерию максимальной конфорности, максимальной простоты для вас лично в этот момент, когда вы это используете. И помните об этом, что есть последействие, потому что мне кто-то писал, говорит, я волну делал, 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 вышел на такое состояние, когда мне все пофигу, сижу и жду, а чего ты ждешь, я говорю. А он спрашивает, а чего надо ждать? Ну, зависит от твоего исходного состояния, если ты был очень напряжен, не высыпался и так далее, у тебя может и в сон потянуть, надо это выполнить, поспать. А может слезы польются, надо это выполнить, поплакать. А может вас трясти начинает, надо потрястись. А что выполнить? Выполнить то, что организм подсказывает. А если вы решали какую-то умственную задачу, ну, любую, например, как жить там, как поработать над своим характером, как наладить с друзьями отношения, как деньги заработать и так далее, то когда вы делаете волну или эти идиомоторные, идиорефлекторные так называемые движения, которые вы подбираете, которые легко у вас получаются, те, которые не получаются отбрасывать. Видите, я сколько раз одно и то же повторяю. Потому что надо вникнуть в суть. И так есть механические движения, есть просто разминка. Есть разминка, которая на самом деле, она всегда помогает нам к работе, мы когда приступаем, руки поразминаем, правильно, да? И так делаем, когда хотим прыгнуть. И так делаем, когда хотим в воду прыгнуть. Или там в лесу дрожим от холода. Все эти движения нам понятны. Но они дают после действия. Есть разминка, все движения, повторяю. А есть движения, которые идиомоторные называются. Потому что есть идея, что руки расходятся, образ движения. И автоматический рефлекс движения. И вот когда это происходит, тогда меньше нужно механическое движение. И вы сразу выходите на состояние такой легкости, полета, свободы. И там организм вам подсказывает, как решить вам ту задачу, которая крутилась в голове и никак не оказалась нерешаемой. Видите, я сколько наговорил. Я думаю, кому-то это будет полезно. У нас будет через неделю вебинар. Да, готовьте свои зумы, потому что мы объявим завтра, послезавтра, когда будет вебинар. Классный будет вебинар. А вы смотрите, подписывайтесь на мой канал Ютуб, смотрите Инстаграм. Потом смотрите сайт Стрессу и смотрите сайт Хасай.ру. Стрессу очень большой архив видеоматериалов. Да, да, да. Там очень большой архив и сайт Хасай.ру. Очень интересный. Смотрите, смотрите. Подписывайтесь на нашу школу. Человек будущего. Хомофутурис. Много его знает, потому что это окно в будущее. Окно в будущее. Мы учим, обучаем работать с неопределенностью. Когда вы попадете в стрессовую ситуацию. Когда вы не знаете, как быть. Когда вам кажется, что вот все, все рухнуло. Вы не знаете, что делать. Или какое принять решение. Как управлять своим состоянием. Как включить вдохновение. Когда вы что-то не знаете. Когда вы в неизвестности. Когда неожиданно меняется погода. Или теряете что-то. Ну, деньги. Или стакан разбился. Там не знаю что. Ну, скажите, как в народе говорят. На счастье. Потому что все время плохо не бывает. Запомните. Все время плохо не бывает. И поэтому скоро мы объявим вебинар. Смотрите ролики. Особенно смотрите те, где у нас в различных названиях есть слово ликбез. Это бесплатные ликбезы. Ну, они бывают и по часу, и по два, и по три. И там люди выходят, делятся опытом. И наши участники школы, человек будущего, Homo Futurus, нам помогают всем. Всем привет. Обнимаю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok